В Сургуте завершился региональный отборочный этап первого всероссийского конкурса среди преподавателей среднеспециальных учебных заведений. Это состязание профессионального мастерства и поиск передового опыта в подготовке рабочих специальностей. Кто стал лучшим мастером округа и кому теперь предстоит защищать честь Югры на федеральном уровне, знает Светлана Славкина. Сам урок проводится в обычном формате, но эксперты конкурса оценивают его дистанционно. Для них организована онлайн-трансляция. Наталья Ширеева учит будущих педагогов начальных классов. Сама участница конкурса больше 20 лет преподавала в школе и только недавно перешла в Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. Теперь ее аудитория не малыши, а молодежь. Я сама в профессиональном плане выросла, потому что все равно или работаешь с маленькими или со взрослыми, там опять-таки уровень требований выше. Нужно соответствовать, быть в тренде, разговаривать на их языке. Мы говорим не обратная связь, а фидбэк сейчас. Даже эксперты спрашивали, почему так много иностранных слов. Ну, чтобы быть на одной волне со студентами. Всего от колледжей Югры на первый конкурс «Мастер года» заявилось 17 участников. Это мастера производственного обучения и преподаватели учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик. Все они вносят свой вклад в повышение престижа рабочих специальностей и готовят действительно востребованные на рынке труда кадры. Рабочие профессии не просто востребованы. У нас конкурсы в наши колледжи достаточно высокие. И там доходит до, по некоторым компетенциям, сразу скажу, профессиям, до 10 человек на место. То есть по сравнению с тем, что было там 10 лет назад, я могу сказать, что тренд действительно переломился в этом плане. И дети, выпускники 9-11 классов, они выбирают именно рабочую профессию. И это стало престижным. Эксперты конкурса обращали внимание не только на педагогическое мастерство, то есть умение работать с аудиторией и грамотно подавать материал. Для начала участникам необходимо было подтвердить профессионализм в своей компетенции, сдать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и получить Skills-паспорт. Так организаторы решили обеспечить максимально объективную оценку каждого конкурсанта и поднять планку самих состязаний. По итогам регионального этапа мастером года 2021 названа Наталья Ширеева из Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа. Она будет представлять ЮГРУ на уровне всей страны в финале конкурса. Он состоится в октябре и соберет на своих площадках самых сильных представителей российской системы профессионального образования. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.